Каков смысл, что высокий издалека узнает? Это вопрос из текста. То, что мы должны в основном в нашей работе понижать наше эго, принижать. Относясь ко всем в виде отдачи. Исходя из этого, нужно достичь свойств Творца. Что такое свойство отдачи? Свойство отдачи – это не свойство Творца. Это то, как Он показывает нам в нашей материи. Кто Он? То есть, это Его выражение. Нет такого свойства отдачи. Свойство отдачи существует в состоянии, когда есть два, не знаю, как бы это назвать, но есть Творец и Творение, короче говоря, или двое товарищей. Есть двое, и тогда отношение между ними может быть в свойстве отдачи. Но когда мы говорим о ком-то одном, мы не можем сказать, что у него есть отдача. Нет. Как ты можешь это сказать? Это возможно только при условии, когда это выражается по отношению к ближнему. И поэтому, как мы можем сказать, что я хочу отдавать? Где ты хочешь отдавать? Как ты хочешь отдавать? В каком количестве, качестве, в каком виде? И вот поэтому тут мы получили свыше то, что Творец разбил наше клей. И мы получили в точности тот конструктор, лего, кубики, отдельные части эгоистические, над которыми мы можем их выстроить. Когда мы начинаем их приводить в порядок, все эти кубики, тогда мы видим, что эти кубики как магниты. Я не могу в любом месте просто прилепить их друг к другу, а только при условии, что я отдаю воздействие определённым образом, в определённом отношении. Тогда эти кубики превращаются, становятся близкими и сливаются, прикрепляются друг к другу. А если я это делаю неправильно, то я не могу их прилепить. То есть в них, в каждом из этих кубиков есть свой характер. И очень много видов этих характеров. Если бы мы увидели всю душу Адама Решон, то мы бы увидели, насколько никто не может быть в другом месте. Он может быть только на своём месте, потому что там все формы, все свойства его, они будут в точности восполнять все формы и свойства, ну, скажем так, его соседей. То, что мы делаем. И поэтому здесь очень большая работа. Нам кажется, для чего такой большой мир, и мы должны быть объединены в самых разных видах в этой жизни, в нашей материальной, какая в ней вообще необходимость. Но ничего не создано впустую. Всё исходит из одной точки, как из большого взрыва, из одной точки энергии произошёл взрыв, и началось творение. И приходит в своём развитии к тому, что было когда-то из одной точки энергии в виде материи достигает бесконечного количества частей. И тогда все эти части вновь должны соединиться друг с другом в ту самую первичную форму. Не механические, не физически, в материальном, а внутренне. То, что эта материя может соединиться, эти силы, в единую силу, нет никого, кроме него. Ну, тут много есть о чём подумать. Подумайте. Хорошо. Латин 7. Здравствуйте, Раф, Мировой Кли. Что означает, что то, что люди думают, унижает человека? Как можно видеть это в реальности, как можно воспользоваться этим в реальности, чтобы развиваться? можем ли мы управлять мыслями, должны ли мы управлять мыслями? Как нам реагировать на мысли? Да, это верно, что всё выясняется в мысли, и мы должны управлять в основном мыслями. Поэтому правильно направлять себя, всё время стараться, уметь разум и сердце, как их правильно направить, чтобы создать связь между нами в форме как можно более правильной. Принимая в расчёт как можно больше естественных, частных понятий, которые есть у каждого, не отменять, не отрезать. Я не отрежу у товарища ногу или у другого товарища руку или ещё что-то, и с тем, что останется, я смогу создать новое Кли. Нет. Я должен брать всё и выстраивать и соединять в таком виде, чтобы у каждого было место. Понятно? Ну, пойдём дальше. Мак-3. Здравствуйте, Раф, Мировой Клей. Вот из текста слышится, что мы должны помогать друг другу принижать свой эгоизм. А как нам это правильно делать, не обращаясь напрямую? Сейчас говорим, что мы должны помогать друг другу, чтобы мы должны принижать свой эгоизм. Чтобы твои товарищи видели, что ты работаешь над этим. Очень просто. Чтобы твои товарищи видели, что ты над этим работаешь. Не то, что ты от них убегаешь, но ты находишься и должен стараться, и каждый должен стараться находиться в центре десятки. Каждый должен стараться быть в центре десятки. и вместе с этим каждый должен чувствовать, что есть для него там место, и все освобождают ему там место. И так они чувствуют себя, что все находятся в едином месте, и есть место для всех. это очень важно, прийти к такому ощущению. А мы помогаем это делать своим отношениям или действиями какими-то конкретными? И в мысли, и в действиях. Телевитри. 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 Субтитры сделал DimaTorzok